Всех приветствую! Вы на канале РусАрмЛайф. Итак, Сенат Франции принял резолюцию с призывом о признании независимости Нагорного Карабаха. Пашинян указал, что признание Арцаха становится частью международной повестки. МИД Азербайджана в свою очередь назвал резолюцию обычным листком бумаги. Итак, что же мы видим? А видим мы признание Нагорного Карабаха как отдельным субъектом. Это, конечно же, радует нас армян. И сейчас, в этот трудный момент, мы должны сплотиться во имя нашей великой цели. Признать Арцаха как государство. Итак, следующая новость. Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Нагорного Карабаха. Итак, конгрессмены США предоставили проекты о резолюции о признании Нагорного Карабаха и прекращении военной помощи Азербайджану и Турции. Безусловно, это сильный шаг. Но пока что не признают. Возможно, признают, возможно, не признают. Но я думаю, все-таки признают. Потому что в Европе, как цивилизованному миру, не выгодно, чтобы проводились эти эскалации. Как и России не выгоден этот конфликт Нагорного Карабаха. И поэтому они вели миротворство, которые благополучно защищают население Нагорного Карабаха. Таким образом, мы видим, что международное сообщество не покинуло армянский народ, а наоборот, даже помогает ему во всех аспектах, во всех сферах жизни. Итак, сенатор Бомб Мэттенсон призывает власти США собрать данные о нарушении прав человека со стороны Турции и Азербайджана, как против других стран, так и против своего же населения. На основе этих данных США должны прекратить или сократить поставки оружия и военной помощи для этих стран. Необходимо изучить данные о том, используется ли военная помощь США для наступательных действий Азербайджана на Южном Кавказе. Соединенные Штаты не должны продолжать военную помощь Азербайджану и Турции, которые все, все дальше и дальше разрушают возможности для мира в регионе, говорится в заявлении сенатора. Ну что ж, всем спасибо, всем удачи!